Моё почтение и уважение дорогим гостям! Полный оригинальный текст сказки «Волк и семеро козлят». Жила-была старая коза, и было у неё семь козляток, и она их любила, как всякая мать своих деток любит. Однажды пришлось ей в лес собираться за кормом, и вот она созвала всех своих козляток и сказала, «Милые детки, надо мне в лесу побывать, так вы без меня берегитесь волка, ведь он, если сюда попадёт, съест вас всех и со шкурой, и с шерстью». Этот злодей часто прикидывается, будто он и не волк, но вы его сейчас узнаете по грубому голосу и его чёрным лапам. Козлятки отвечали, «Милая матушка, уж мы поостережёмся, и вы можете идти, а нас не тревожась». Тогда старая коза заблеяла и преспокойно тронулась в путь. Немного прошло времени после её ухода, как уж кто-то постучался в дверь их домика и крикнул, «Отомкнитесь, милые детушки, ваша мать пришла и каждому из вас по гостинцу принесла». Но козляточки по грубому голосу поняли, что это пришёл к ним волк, и крикнули ему, «Не отомкнёмся мы, ты не наша мать, у той голосок тонкий, ласковый, а у тебя голос грубый, ты волк». Тогда волк сбегал к лавочнику, купил у него большой кусок мела, съел его, и голос стал у него тоненький. Вернулся опять к той же двери, постучал в неё и крикнул, «Отомкнитесь, милые детки, ваша мать пришла, всем вам по гостинцу принесла». Но он опёрся своими чёрными лапами о подоконник. Дети это увидали и закричали, «Не отомкнёмся, у нашей матери не чёрные лапы, как у тебя, ты волк». Тогда волк побежал к пекарю и сказал, «Я себе повредил ногу, вымож мне её тестом». И когда пекарь исполнил его желание, волк побежал к мельнику и сказал, «Осыпь меня лапой белой мукой». Мельник подумал, верно, волк затеял какую-то путню и стал было отговариваться. Но волк сказал, «Если ты этого не сделаешь, то я тебя съем». Тогда мельник струхнул и выберил ему лапу мучицей. Таковы-то бывают люди. Вот и пошёл злодей в третий раз к той же двери. Постучался и сказал, «Отомкнитесь, дедушки, ваша милая матушка воротилась и каждому из вас принесла по гостинчику из леса». Козляточки закричали, «Сначала покажи нам, какая у тебя лапа, чтобы мы могли знать, точно ли ты наша милая матушка». Тогда он показал им лапу в окошко, и когда они увидели, что она белая, то поверили его речам и отомкнули дверь. А вошёл-то волк. Козляточки перепугались, прятаться пометались. Один прыгнул под стол, другой забился в постель, третий залез в печку, четвёртый убежал на кухню, пятый спрятался в шкаф, шестой – под корыто, седьмой – футляр для часовых гирь. Однако же волк всех их разыскал и очень с ними не чинился. Одного за другим заглотнул он своей пастью, и только младшего никак не мог найти в часовом футляре. Накушавшись досыта, он преспокойно убрался из дома, растянулся на большом лугу под деревом и начал засыпать. Вскоре после того вернулась старая коза из лесу домой. Ах, что она там увидела! Домовая дверь открыта настиж, стулья скамейки опрокинуты, корыто в щепке разбито, одеяло и подушки из постели повыбросаны. Стала она искать своих деток, но нигде их найти не могла. Стала она их перекликать по именам, но никто не откликался. Наконец, когда она дошла до младшего, тоненький голосок прокричал ей, «Милая матушка, я забился в часовой футляр!» Она тотчас добыла оттуда свое дитя и услышала рассказ о том, как приходил волк и сожрал всех остальных козляток. Можете себе представить, как она оплакивала своих бедных детушек? Наконец, старая коза в великой печали своей пошла из дому, и младший козленочек побежал за ней следом. Чуть только они вышли на луг, коза увидала, что волк лежит в растяжку у дерева и так храпит, что над ним ветви от его храпа колышутся. Коза обошла и осмотрела его со всех сторон и увидела, что в его раздутом брюхе что-то шевелится. «Ах, Господи!» подумала она, «Уж не мои ли это бедные детки?» Он ими поужинал, а они, видно, живехоньки. Тогда она отправила козленочка домой за ножницами, иголкой и ниткой. Затем она взрезала чудовищу у трубу и чуть только взрезала, один козленочек уже высунул оттуда головенку. А как стала резать дальше, то все шестеро козлят выпрыгнули один за другим из волчьей у трубы, и все они были живехоньки и целехоньки, потому что чудовище в своей алчности глотало их целиком. То-то была радость, и стали они ласкаться к своей матушке и приплясывать около нее, словно портной на свадьбе. А старая коза сказала, «Теперь вступайте, соберите мне побольше булыжников, мы их навалим этому проклятому зверине в утробу, пока он спит». Семеро козляточек поспешно на заскаре булыжников и набили их в утробу волка, сколько влезло. А старая коза еще того скорее зашила ему разрез, так что он ничего не приметил и даже не пошевельнулся. Когда же, наконец, волк выспался, он поднялся на ноги, и так как каменный груз возбуждал у него в желудке сильную жажду, то вздумал он пробраться к ключу и напиться. Но чуть только переступил он несколько шагов, камни стали у него в брюхе постугивать друг о друга и посвякивать один о другой. Тогда он воскликнул, «Что там ракочет? Что там грохочет? Что оттянуло утробу мне?» Думал я, это шесть козлят, слышу, теперь там камни гремят. И когда он пришел к ключу и наклонился к воде, собираясь пить, тяжелые камни его перетянули, и он упал в воду и погиб злой смертью. А семеро козляточек, увидав это, прибежали к матери с криком, «Волк издох! Волк утопился!» И вместе с матерью радостно заплясали около ключа. Подписывайтесь, дорогие любители сказок! Желаю вам сказочной мудрости! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин